Субтитры сделал DimaTorzok И вот сразу сюда, где буду заправлять, собирать, вернее, мой салат В данном случае цедра очень хорошо вымытого, вычищенного апельсина Дает нам такую, я бы сказала, приподнимает все наши остальные ингредиенты А какие у меня остальные ингредиенты? Вот, например, запеченная свекла Эта свекла, она очень хорошо отмыта, представляешь, она в кожуре Получаются почти такие, как бы карамелизированные кусочки свеклы И это очень вкусно, когда мы ее как следует отмываем, заправляем маслом, травками, солью Можно добавить немножко меда или кленового сиропа И получается не свекла, а произведение искусства Я, в принципе, очень люблю запеченную свеклу И особенно зимой, мне кажется, это такой продукт, который у меня всегда дома есть Это наш продукт Ну, вообще, и винегрету нет Ну, ты знаешь, французы тоже любят свеклу Она есть у них там в разных видах, даже желтая бывает Но так вкусно, как мы, мне кажется, точно ее никто готовить не умеет Даже, честно говоря, даже вот просто из детства вспоминаешь салат свекла с чесноком Ой, и с майонезом Как же это было вкусно! Апельсин разбираем вот на такие сегменты Для того, чтобы избавить его от всех перепонок И делаю это обязательно как раз над той тарелкой, в которой будем подавать с тобой салат Чтобы весь сок остался в заправке Чтобы не потерять ни капельки То есть не нужные это перепонки, а нужные это сок и мякоть Это очень просто с этим разобраться Вот так вот, видишь, почистили, порезали И все Отжимаю оставшуюся мякоть апельсина Авокадо Ну, что тут про авокадо говорить Мы с тобой знаем, что это мой, один из самых любимых продуктов Тоже у меня всегда он есть в холодильнике Потому что я люблю его иногда вместо какого-нибудь такой основы Например, вместо сливочного сыра положить лучше кусочек авокадо под рыбу Или сделать какую-нибудь замазку к овощам, к овощным палочкам таким Поэтому вот авокадо я беру один целиком Я могу съесть такой авокадо целиком абсолютно совершенно спокойно Я могу два Серьезно? Нет, два я не пробовала, надо попробовать Можем устроить с тобой соревнование Так, немножко лимонного сока сверху Как раз и для того, чтобы авокадо у нас с тобой не потемнело И для того, чтобы... Вот уже готовим-готовим заправка Это у нас все основа для нашей заправки Дальше Дальше интересней Чеснок Чеснок один зубчик Вот тут важно, что в данном случае зубчик чеснока Семочки Молодец, спасибо тебе, спасибо тебе Ты настоящий друг Настоящий друг, молодец Вот они Идеально, идеально, идеально Идеально, идеально Берем тарелочку Чтобы они не продолжали дальше жариться на горячей сковороде Вот и все Есть И теперь нам нужно чеснок Как я уже сказала Супчик чеснока Раздавили и вынули злость Вот она Злость Это вот это Внутренний стержень у чеснока Видишь Теперь измельчаем его Очень-очень мелко Солим И превращаем в пюре Вот так вот плоской стороной нажав Ты видишь сколько Ароматных масел и сока в чесноке Сколько добавлять чеснока Это уже решать тебе Я считаю, что вот даже целый вот такой зубчик Это много Мне достаточно вот четверти Так, чтобы это все соединилось А вот теперь самое время Это пригодится Этим можно приправить рыбу Можно приправить кусочек курицы Можно добавить в маринад Обязательно куда-нибудь пригодится Теперь кусочки свеклы Как мы с тобой и говорили Красота Оливковое масло Вообще в доме обязательно должно быть Оливковое масло Extra Virgin Olive Oil Для салатов Для того, чтобы делать Какие-то сумасшедшие Вот такие вот заправки И должно быть масло для жарки Тоже стопроцентное оливковое масло Но не холодного отжима Это масло холодного отжима Оно поэтому очень полезное И очень вкусное Немножко соли Немножко перца И листики Листики любые Так И теперь аккуратно Вот так вот Все соединяем И чтобы все листики пропитались Присыпаю все это семечками И кричу скорее к столу Потому что такой салат Лучше съедать сразу После того, как он заправлен Чтобы листики не завяли Вот берем такие черри, помидоры Ничего с ними не делаю Кукуруза, которую я разморозила Это замороженная кукуруза Креветки Вот с креветками нужно что-то сделать А что именно? Как ты думаешь? Ну, понятное дело, оливковое масло Понятное дело, соль Немножко перца И немножко лимонного сока Это у нас такие креветки заправленные И мы их прям немножко мариноваться Оставляем ненадолго Креветки тоже были замороженные Я их разморозила Главное выбирать хорошего производителя Чтобы не было глазури Вот этой всей ненужной Чтобы это был просто натуральный продукт Так, теперь Вот здесь у меня лук Красный, потому что более сладкий Не счищаю Когда чищу лук Не счищаю вот это вот основание Видишь, не срезаю И тогда вот лепестки лука Остаются целыми Не разваливаются И поэтому я могу их Взбрызнув немножко оливковым маслом Отправлять На сковороду гриль Сковорода должна быть очень горячая О, слышишь? Это как раз Звук, который нам говорит о том Что сковорода горячая Сюда же добавляю помидоры Которые, как я и сказала Мы ничего не делаем с ними И кукурузу Чеснок Столько, сколько у тебя Ну, как бы чеснок любят У меня просто очень Большие поклонники чеснока дома Поэтому Вот я 5-6 долек Обязательно сюда добавлю А для заправки мне понадобится Во-первых, корешок имбиря Который я Чищу Он был вымыт хорошо Мне нужно где-то пол чайной ложки Мелко-мелко Тонко-тонко Нарезанного Или натертого Имбиря Такие запахи Которые уже призывают Меня О! Ой-ой! Это кукуруза Посмотри, какая красота Главное, лук перевернуть А все остальное Так хорошо Ворошиться само Вот все такое, видишь, закрабилизированное Немножко обожженное Я выкладываю на тарелку Так, теперь мы берем Не моем сковороду А просто бумажным полотенцем Убираем ненужное И теперь на сковороду Я добавляю креветки Которые достаточно промариновались Вот здесь мы ненадолго отвлекаемся И быстренько делаем заправку Натираем корень имбиря Так, чтобы получилось пол чайной ложки Добавляю сюда цедру лайма Сок Лайма целиком Не забываем про креветки Это говорю сама себе Так О, красота Креветки готовы Как только они стали Видишь, белым их важно не передержать Потому что иначе они будут очень жесткие Как любой морепродукт Поэтому Вот, как только они уже непрозрачные Выключаем Добавляем их вот сюда же Красиво, правда? Да Теперь осталось Кроме заправки Добавить сюда еще чего-то свежего Сочного Яркого И полезного Сначала я перемешала вот так вот Креветки с помидорами, с луком, с кукурузой и чесноком Но согласись, не хватает зелени И не просто зелени, как знаешь, там базилика немножко или петрушки А именно травки, такой вот ярких листиков В заправку добавляю оливковое масло Пару столовых ложек Немножко перца Немножко соли И соуса чили Можно, конечно, просто перчик чили добавить Несколько капель соуса чили То, что нужно И вот теперь Это прекрасный микс Это партия микс Чем хороши вот эти листья Во-первых, они вымыты, высушены Это очень удобно Во-вторых, эти листики выращиваются Просто самим производителем И там же упаковываются, где они выращивались Поэтому получается абсолютно Вот только что они были на грядке А теперь они у нас с тобой на столе И самое главное Они богаты клетчаткой Вообще салат должен быть на столе каждый день И когда это настолько просто Просто ты приходишь в магазин Выбираешь понравившийся тебе микс Приносишь домой Заправляешь Той заправкой, которая тебя устраивает Добавляешь любые ингредиенты Это может быть натертый сыр Это могут быть овощи какие-то другие Орехи, сухофрукты Или, как в нашем случае Вот прекрасные креветки Кукуруза Лук и помидоры Заправила, перевернула И вот она полезная Вкусная еда на столе Смотри, какая красота Без листиков это не так аппетитно выглядит Красная капуста Вообще, на самом деле Любые зеленые листики подойдут Такие, какие ты любишь Мне просто нравится Вот это сочетание И вкуса Потому что капуста все-таки Ну мы ее очень любим И не только мы И немцы, и поляки И понятно почему Потому что она Действительно очень такая Девушка с характером Ее ни с чем не спутаешь Шпинат Ну кроме того, что мы знаем Полезен, богат и клетчаткой, и железом Очень здорово сочетается с капустой Особенно, когда заправка такая Остро-сладкая Ну, пожалуйста, только капусты мне хватит Беру большую миску Чтобы удобно было смешивать Шпинат Капуста А как красиво по этому цвету Да, вот этот фиолетовый С такими прекрасными зелеными Вкраплениями шпината Немножко красного лука Чуть-чуть Тоже режу его тонко Вот такими дольками, я бы сказала Я его сначала промариную В уксусе Это яблочный уксус Пару столовых ложек Ненадолго Кстати, этот уксус у нас Тоже нам поможет в нашей заправке А теперь Посмотри, как интересно Я добавляю сюда ежевику Нарядно Нарядно Не будем жадничать Так Еще шпинат Для заправки Оливковое масло Любое растительное масло Которое тебе нравится Подойдет То есть, например Можно сюда добавить ореховое масло Масло грецкого ореха У него немножко напоминает вкус Масло подсолнечное Можно хорошее подсолнечное масло Которое ты любишь Можно добавить масло льняное Оно очень полезное И тоже очень вкусное Немножко кленового сиропа Чуть больше, чем столовая ложка Чуть-чуть перца чили Капельку Чуть-чуть перца черного Немного соли И чуть-чуть горчицы Горчицы буквально Вот так вот Пол чайной ложки Потому что она острая и яркая Начинаем вымешивать Немножко добавляем сюда Тот уксус, которым мариновался лук Видишь, вот уже заправка У нас практически готова Лук отжимаем Добавляем в салат Ну и вот посмотри Как только все соединилось Такая хорошая эмульсия Можно сказать, да? Да Наша заправка Такое себе представляет Вообще этот салат Можно заправить Минут за 10-15 До подачи Потому что И шпинат И капуста Они только лучше станут Если какое-то время Простоят Вот так вот С этой прекрасной заправкой Будут общаться Вот так вот Смотри, какая красота Они станут нежнее Но при этом Не потеряют свою хрусткость Хрустящесть Мне осталось добавить Только немножко грецких орехов Ну, конечно Надо обязательно попробовать На соль, на перец Если чего-то там Тебе, может быть, кажется Что было бы хорошо Еще поярче сделать Но мне кажется Что даже Ты знаешь Я даже не буду добавлять Тут никакие травки Потому что настолько яркая И капуста И шпинат И ежевика Ну, и орех И салат Мы можем выложить Так вот Убедившись Что все равномерно Перемешано Буйство Да Салат готов Я обожаю теплые салаты Просто очень люблю Теплые салаты с овощами Теплые салаты с птицей С яйцом Теплые салаты В которых Ну, вообще, салат Такая вещь Когда ты можешь импровизировать Ты можешь придумывать Брать ингредиенты Ну, самые разнообразные Сегодня будем делать Теплый салат с перепелкой Сначала мы ее для этого Замаринуем Маринад очень простой Вообще, перепелка Чудесная птичка Потому что, во-первых Мы знаем, что это мясо диетическое Мы знаем, что это мясо полезное Чудесный белок Но еще это очень вкусное мясо Поэтому я вот С удовольствием Конечно, салат с цыпленком Это такая более Так, нам уже понятная история Да Часто довольно не встречаются И в кафе И в ресторанах Да и дома мы их очень часто делаем Там грудка цыпленка на гриле Вот, пожалуйста Тот же Цезарь Да, но Вот перепелка Мне кажется Во-первых Она нежнее, чем цыпленка А во-вторых Все-таки в ней Каким-то образом Сохранилась Дикость во вкусе То есть какая-то дичь Присутствует Вот, и мне поэтому Гораздо больше нравится Вкус перепелки Чем цыпленка Перепелку я буду Ну, сначала разделала Видишь, вот так вот Косточки тоненькие Нежные На четыре части Для того, чтобы быстро Ее потом обжарить И теперь эти четыре части Промаринуем В миску Маринад Такая вещь Нам обязательно Нужно сделать так Чтобы перепелка Насытилась И ароматами И вкусами И солью И сладостью И перцем И так далее Вот сладость Идет у нас Из бальзамического уксуса И из меда Не очень много меда Чайная ложка Дальше, конечно же Нам нужно Немного масла Обязательно Какой-нибудь Цитрусовый вкус В данном случае Мы будем добавлять В сам салат апельсин Поэтому сюда Немножко сока лимона Где-то столовая ложка И еще, конечно, соль Конечно, перец Можно добавить кориандр Можно растереть Например, розовый перец Можно добавить сюда Кмин Или зиру То есть Вот какие-то такие Это все очень вкусно будет Так Перемешали И еще один Очень важный ингредиент Ты знаешь Вот Я всегда горчицу Любила Люблю У меня всегда В холодильнике Есть горчица Потому что с ней Действительно И заправка Да и просто Кусочку ветчины Добавить такую горчицу Это и вкусно Это вот, например, Такая в меру Острая, сладковатая Чуть она идеально подходит Для вот такого маринада Но Я недавно вела мастер-класс И мне нужно было сделать Домашний майонез И у меня не оказалось Под рукой горчицы И вот тут я поняла Майонез вообще другой Если в него не добавить Правильную горчицу Поэтому Она может быть с зернышками Кстати, майонез с горчицей С зернышками очень вкусно получается Ну, как, впрочем И эта заправка Потому что Зернышки Сами по себе Потом очень здорово работают Когда мы обжариваем птичку Так, птичка добавляется Птичку массируем Вот так вот массажируем Так, чтобы она Максимальное количество Заправки впитала И оставляем При комнатной температуре Минут на 10 У нас промаринованная перепелка Хорошо разогретая сковорода Гриль Если нет сковороды Гриль, можно отправить Подгриль в духовку И в равных частях Сливочное масло Так Оливковое масло Разогреваем масло И выкладываем В хорошо разогретое масло Хорошо промаринованную перепелку Буквально осталась еще Одна минутка для макаронов Перепелка жарится А мы с тобой Очень быстро Очень просто А все гениальное просто Серьезно Делаем салат Из микса Вот это Аликанты А это Айвер Соединяю оба Вообще обожаю Эту продукцию Почему? Да потому что Они сами выращивают Свои салаты Они значит Их сами моют Сушат Упаковывают Они всегда свежие Всегда полезные Почему всегда полезные? Потому что вообще Салаты это то Что мы должны есть Каждый день Абсолютно Хотя бы Хотя бы Один раз в день Потому что Салат богат клетчаткой А если мы не потребляем Вот именно такую Свежую Зеленую клетчатку Мы делаем Приносим Огромный вред Нашему организму Потому что Мы не выводим токсины Не говоря уже о том Что сколько здесь Полезных всяких Микроэлементов Теперь в этот салат Я добавляю апельсин То есть Моя заправка Она элементарная Я прямо Вот так вот Снимаю кожуру Все белые Перепонки Корки Исчезают На глазах И вот такие Чудесные Кусочки Отправляются Прямо к листикам Салата Не забываем Про нашу перепелку Я просто чувствую Прямо аромат ее Чувствуешь? Так Перепелку Переворачиваем Вау Красота Посмотри Вау Практически готов Наш салат Который нужно Немножко Взбрызнуть Оливковым маслом Чуть-чуть Добавить Бальзамика Соль Перец Так Все перемешаю Очень просто Да Очень быстро Невероятно полезно А как эффектно И теперь Готовая птичка Летит На эту чудесную Поляну Из этой чудесной Травы Я беру Свеклу Сырую Яблоко Антоновка Морковь Сырая И буду их Вообще Можно конечно же Очень долго Потратить время На то чтобы Натирать это на мелкой терке Но я тебе честно скажу Ни одной терке Я не знаю Которая бы Сделалась так Как моя кухонная машина Вообще В этой машине Более 20 насадок Разнообразных Есть там кухонный комбайн Есть Насадки для того Чтобы сделать тесто Замесить Взбить белки И так далее Но Вот это вот Моя одна из самых любимых Потому что Ни одна терка Ручная Не справится с этой задачей Так как справляется Эта насадка Которая называется Высокоскоростная овощерезка У нее 7 дисков Можно натереть шоколад Можно измельчить Вот как мы будем с тобой Овощи измельчать Сыр Орехи В общем Чего твоя душа пожелает Но вот это вот Моя смотри Это любовь Какая получается Тонкая соломка И так Мы с тобой Измельчили овощи Для салата Мне осталось Единственное Что добавили сюда Это вот эти Замечательные Уже вымытые Высушенные Звонкие Листочки Микс Тоскана Как раз у нас с тобой Вот такая Итальянская тема Но кроме того, чтобы Посмотри, какие они Это очень удобно И это чрезвычайно полезно Потому что эти листочки Тоже обладают Огромным количеством Клетчатки И действительно дают Невыразимый Вот этот вкус Летний Яркий Свежий Оливковое масло Я делаю прям заправку Здесь немножко соли Яблоко нам дало Сок Немножко перца Сок Лимона Можно взять уксус Если ты любишь Но мне вот сюда Именно хочется Лимонный сок Так И горчица Горчицу я использую Русскую Такую острую Не нежную Дижонскую И для этого Я просто это как бы Я тебя предупреждаю Для того, чтобы У меня здесь Сладкая свекла Сладкая морковка Чудесные Звонкие листья Меня вполне устраивает Яблоко, конечно, дало Вот я же говорю Свой сок И все, понимаешь Вот посмотри Какая красота И все В тарелку Скорее бегом к столу Так О Есть Салат готов Салат тоже я попробовала Недалеко Там есть Около Генуи Вообще в Лигурии Очень много Таких мест Где готовят Ну вот Совершенно не так Как готовят Например Около Неаполя Или на Сицилии Или с той стороны На Адриатике И вот этот салат Вот, например, в Риме Есть такой салат Который называется Пунторелли И его повторяют С удовольствием в Венеции Это вот Я бы сказала Такая Получилась Я когда Попробовала Я подумала Ну это же очень похоже И мне хозяйка Тротари Сказала Да Это наша версия Того, что римляне называют Пунторелли Но я считаю, что это вкуснее Потому что у нас тут Ну понятное дело Конечно же Они все считают Что у них все вкуснее и лучше Что происходит Мы берем Пунторелли Такие хрустящие Это вид Андивов Вот вид Такого Вот такого Такой травки Такого салата Но он растет Такими длинными Стручками Он очень хрустящий Такой яркий Здесь Конечно мы не найдем В Москве Пунторелли Но это действительно Очень вкусно Если будешь в Италии Попробуй То здесь мы значит Берем Как раз все эти Хрустящие травки Но мы их немножечко Запекаем И получается Они остаются Яркими И они остаются Такими Вот Родики Например немножко горчит Да Андивы Вот эти Прекрасный цикорий Он тоже немножечко У него такая Ну это фенкель Понятное дело Со своими такими Анисовыми Переливами В эту компанию попадает Но при этом Благодаря тому Что они В духовке провели Какое-то время Они становятся нежнее Теперь мы вот это все Просто поливаем Оливковым маслом Настоянным на чесноке Можно самим приготовить Ну у меня вот тоже Такое замечательное Готовое Оливковое масло На чесноке Не солю И не перчу Потому что все будет В заправке Вообще весь секрет Этого салата В заправке Температура 180 градусов Ненадолго Минут 5-7 Как раз пока мы Сделаем с тобой заправку Для заправки Вот тут очень интересно Во-первых Мне нужна Чайная ложка Горчицы Горчица дижонская То есть мягкая Нежная Но тем не менее Она необходима Ты понимаешь мы делаем Такой я бы сказала Почти майонез Потому что мы добавляем сюда сырой желток Но при этом Этот майонез Он невероятно интенсивный по вкусу Это майонез в котором есть анчоус В котором есть пепперончина В котором есть уксус белый То есть он прямо понимаешь какой яркий И вот сюда же Прямо анчоус Я просто предлагаю тебе их сначала Измельчить чуть-чуть Чтобы блендеру было удобнее С ними справляться Шесть штучек То есть это должна быть Очень-очень анчоусная заправка И теперь сюда Столовая ложка уксуса Уксус может быть белого вина Красного вина Может быть яблочный Сидор То есть это какой Вообще тебе хочется И 1-2 зубчика пепперончина Смотря на сколько он у тебя острый 1 зубчик чеснока Без злости Доброго чеснока Молодого Молодого Так Тоже немножко измельчить Так соединяем И вот теперь добавляю сюда Небольшое количество Оливкового масла Вообще всего На один желток Мне нужно 125 мл Это нежнейшее Оливковое масло С тончайшим вкусом С невероятно нежным ароматом И он как раз Этот аромат мне нужен Для того, чтобы Никакие ингредиенты Здесь не поссорились А все соединилось гармонично И вот собственно говоря Благодаря этому маслу Благодаря этому маслу Мы вот этой органичности И достигаем И теперь можно начать Добавлять его Более щедро Продолжаем взбивать И вот и все Соус у нас готов Я тебе хочу сказать Такой соус гениальный К рыбе его можно подать Он очень вкусный Вот просто рыба там Филе на пару Или запеченная в духовке Или в фольге Или в конверте Для запекания В рукаве Этот соус просто любой А с пастой Представляешь, как это вкусно Ну просто Это бомба Так вот Вену И как знаю толк Вынимаем наши овощи Вот после того, как они Там Ой Почти готовы Видишь Смотри, какая красота Они не должны быть Абсолютно вялыми Такими, знаешь Томленными И вот это у меня Моцарелла Не для пиццы А именно Видишь, такая вот она Которая просто Она приготовлена Таким брусочком Она была в рассоле Я вот теперь Кусочки этой моцареллы Раскладываю На овощи И еще буквально На две минутки Просто мне нужно Чтобы моцарелла Чуть-чуть Поплыла Моцарелла Поплыла Посмотри, какая красота И вот в этот момент В этот момент Соус Отправляется На салат Есть его нужно Теплым Ну, впрочем, можно и холодным Но тогда только без моцареллы Дополнительно соус ставится На стол И я предлагаю Салат этот Немножко приукрасить Базиликом Ну, в Генуе вообще Культ базилика, ты знаешь Все Я очень люблю морепродукты Я думаю, я не одинока В такой страсти Потому что мы живем Далеко от моря И морепродукт представляется Не только Каким-нибудь там Деликатесом Но еще Чем-то таким Что хочется всегда Вот всегда недостаточно Поэтому каждый раз Когда я нахожу Хорошего производителя И могу дома Иметь вот такой деликатес Я ужасно радуюсь И вот в данном случае Перед нами кальмары Выловлен этот кальмар В экологически чистых водах Дальнего Востока И ты понимаешь Вот сейчас Такая современная технология Когда суда Они являются еще и заводами И вылавливают кальмара Прямо в океанских водах Тут же его подвергают Шоковой заморозке Никакой глазури На этом продукте нет То есть получается Практически Вот прямо из моря Кальмар попадает Ко мне на стол Я его уложила Вот таким вот образом В форму Я поливаю его Щедро Оливковым маслом Кальмар на гриле Готовится раз-два Или в данном случае Мы с тобой будем готовить Его в духовке Немножко орегано Немножко сухого чили На любителя Можно обойтись без чили Но непременно сок лимона Даже я еще возьму цедру Потому что Очень уж мне нравится Цедра Абхазских лимонов Таких ярких Нежных А ароматных Почему мы так любим Морепродукты? Потому что это Идеальный источник белка Низкая калорийность Практически никаких Плохих жиров здесь нет В отличие от мяса Например Одна сплошная польза Строительный материал Для организма Ну и конечно Сколько чудесных Рецептов можно приготовить С таким продуктом Отправляем в духовку Температура в духовке 190 градусов 5 минут Потом переворачиваем Еще на 2 минутки И все Так И пока наши кальмары готовятся Подавать их Конечно же Можно Ну вообще С чем угодно Просто даже С кусочком Жареного хлеба И то будет вкусно Но я предлагаю Все-таки сделать сегодня По-настоящему Такой Обед Субботний Праздничный И поэтому Мне нужен салат Красивый Яркий Насыщенный Поэтому в данном случае У меня здесь Видишь Такие И рукола Здесь есть И малгольд И такие чудесные Хрустящие листики салата Оливковое масло Чтобы поддержать Вот как раз То, что мы сделали Там Кальмар Я добавлю сюда Свежий Тимьян И он будет Таким ярким Добавлением Свежей Цитрусовой Ноткой Ну и конечно Все равно Я добавлю Обязательно сюда Сок лимона Но что особенно Придаст Нашему салату Такую Интересную Ноту Это Розовый перец Розовый перец Который Точно так же Как и я Любит Все Морепродукты Поэтому я Сейчас Перемешиваю Лимон Соль Оливковое масло С нашими листиками Посмотрите Какая красота Да И добавляю сюда Немножко розового перца Ну вот Салат готов Вынимаем кальмаров Вау Вот это Я понимаю И теперь Подушку Из салата Красота Да И сверху Кальмары Мега полезно Представляешь Ну листья А просто как Правда же Главное Продукт Вот я всегда говорю В этом смысле Конечно Именно поэтому Мне вот очень близка Итальянская философия Потому что Главное в итальянской философии Продукт Манипуляции Самые элементарные Ну вот Мне кажется Сегодня у нас с тобой Все очень нарядно получилось На сковороду Немного Сливочного масла Растительное Не добавляем Сливочного масла Добавляем Либо мед Либо коричневый сахар Нам главное Чтобы получилась Такая карамель В эту карамель Добавляем Размороженную вишню Которая естественно Сначала была замороженной Получается Понимаешь Такая история Тоже подходящая Для утки Для начала Потому что Здесь такое Сладко-кисло-соленое И с восточным Акцентом Потому что После того Как мы с тобой Вот смотри Добавили Замороженную Размороженную Вишню И вот мы видим Как только сахар Растаял Видишь Превращается Уже в соус Мы добавляем Сюда Немного Алкоголя Вообще Можно добавить Коньяк Можно добавить Кирш Который усилит Вкус вишни А можно добавить Какую-нибудь Фруктовую наливку Настойку Я добавляю 50 миллилитров Рисового вина Как раз для того Чтобы поддержать Восточную тему При Тут не получается Фламбе У нас У нас просто Выкипает Алкоголь То есть спирт И остается Только аромат И к этому аромату Мы добавляем Соевый соус Пару столовых ложек Немножко Заправки Мерин Одна столовая ложка Бальзамический уксус Одна столовая ложка Вот теперь нам нужно Все немножко Уварить Можно, кстати Добавить Или ворчерский соус Или немножко Рыбного соуса Который называется Нампла Чуть-чуть Буквально Пол чайной ложки Вот и Четверть чайной ложки Несколько капель Ворчерского соуса Слегка Увариваем Вишня тем временем Понимаешь Напитывается Этой красотой Разбухает И теперь Берем Небольшое количество Грецких орехов Их можно тоже Закарамелизировать Но я предпочитаю Оставить их Особенно если они Этого сезона Вот в таком натуральном виде И либо В ступке Пестиком Их измельчить Либо вот так Ножом порезать Потому что мне хочется Чтобы кусочки Были крупные Это же можно руками поломать Они прекрасно Аппетит утоляют Ну и потом Они же полезные очень И Вот уже добавил Салат орехи Уже По-другому Салат запел Кстати о самом салате Вот передо мной Микс Тоскана Добавляю Орехи К этому салату Немножко цедры Лайма Или лимона Ну или апельсина Чего тебе больше нравится Мне кажется Мне кажется Вот цитрусовый Как и орехи Это такая история Новогодняя Абсолютно Заметила Вот когда По Германии Мы путешествовали С гастролями Не так давно Совсем Очень много Там было Всяких Рождественских рынков Мы посетили И в Дюссельдорфе И в Баденбадене И в Берлине И там Очень часто Вот как бы Мои Друзья Они пробовали Глинтвинг Я к сожалению Не могла пробовать Глинтвинг Потому что Впереди спектакль А после спектакля Уже рождественские рынки Закрыты Но мне говорили Что чем отличается Вот хороший Глинтвейн От Глинтвейна Очень среднего Именно добавлением Или дольки апельсина Или дольки лимона То есть это уже видно Что это не какая-то химия А вот это действительно Натуральный продукт Так Цедра Лимона Немножко сока Лимона Немножко масла Естественно Все нужно перемешать Я смотрю Как тут у меня вишня поживает А вишня поживает прекрасно Видишь Соус больше чем в половину Уварился Единственное что Нужно ей немножечко дать остыть Поэтому я ее Переливаю в какую-нибудь Такую миску В сковороде она будет остывать долго А здесь она остынет быстрее И жду момента Когда она у нас Остынет Салат Который мы заправляем Уже остывшей вишней В салат тоже можно Добавить Например Или мяту Или кинзу Или базилик Выкладываю салат Вот таким вот образом Добавил салат Добавил салат Добавил салат Добавил салат Добавил салат Продолжение следует...